ГОВОРИЛ ЖЕ! ЛОЖИСЬ! БЕГИ-БЕГИ-БЕГИ-БЕГИ-БЕГИ! Чёрт... И всем привет, дорогие подписчики канала AMBRA LTH INCORPORATED! На связи с вами ваш Альберт Эскер, мисс Лара Крофт в Rise of Tomb Raider, она же восстание или восхождение, расхилится, гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете и переводите слово Rise с английского языка. Ну, или с латыни, в зависимости от того, как... На каком языке говорить, в конце концов. Так вот, сегодня мы продолжаем прохождение, продолжаем изучение. Немного я удивлён одной вещью сейчас. Когда я сейчас зашёл в игру... Я просто сейчас уже в воскресенье у меня записываю ещё два эпизода на эту неделю. Так вот, что я хотел сказать-то. Мы получили достижение за открытие всех гробниц в рамках первого прохождения. Но у нас есть одна проблемка. У нас с вами ещё одна гробница не открытая. Нет, может быть склепы не считаются, потому что вот здесь мы с вами как бы всё нашли. Здесь как бы ничего ещё не нашли. Так, испытание хулиганка. А, ещё... А, точно, статуи ещё. В общем, сегодня смотрите. Статуи, плакаты и... Дособираем всё остальное. А, и показание колокола. Ну, колокол вот в этой зоне... Ну, это... Ну, это... Это я прям вижу. Ну, вот этот... Вот этот кусочек... В общем, сегодня зачищаем всю эту чёртову область. Но прежде... Комментарии от Джотара Каджо. А, Джотара Каджо, извиняюсь. Джотара слэш Каджо. Пишет. Меня одного бесит, что Соника, самого быстрого ежа, так просто слили в форсах ради сюжета. Ну, меня лично не бесит. Мне, наоборот, нравится. Как доктор Эггман работник дополнительно. Хе-хе-хе. В конце концов, он не самый быстрый. Быстрый только интеллект доктора Эггмана. Хе-хе-хе. Ну, это от меня. Так, ладно. Продолжаем. А, точно. Что-то я... А, метку не поставил уже. Так. Включить метку. У нас равно вот сюда. Да-да. Кстати, мне любопытно. Они воскресают или не воскресают? А, и заодно вот так. А, точно. Ты же меня знал. А, точно. Хе-хе-хе. Одну вещицу я сейчас не сделал. Сейчас. Дайте секундочку. Это... Это буквально элементарно. Элементарно. Вот так. О. Хе-хе. Я просто забыл. Я просто забыл, что ее переключал. А джентльменский набор что-то я не наблюдаю нигде. О. Кстати. О, какая статуя. Тут еще у нас секреты есть. Так. Ну-ка. Съезжаем и открываем. Давай-ка. Изучи-ка мне эту силу. Невозможно сказать наверняка. Монгольская грамматика очень сложна. Но это похоже на маршрут. Какая еще монгольская грамматика. Какого рядом здесь стоит монгольская стелла? Это китиш. Кстати, у нас монетки еще собираются потихонечку. Мы, в принципе, можем себе купить еще и автомат. Технически это последнее, что осталось в магазине. Мы, наверное, сегодня это и купим. А может, в следующем эпизоде. Потому что сегодня пока просто все собираем. Сегодня пока эту всю красоту чисто собираем. О, здрасте. Кстати, у нас, если что, греческий огонь. То есть, они засовывают это все вот в такие вот уголки. Где непонятно что, непонятно как, непонятно зачем, непонятно почему это все здесь лежит. Мило. Мило, не могу сказать ничего плохого. Так, а ты наверху, да? Как на тебя залезть? Ну, понятное дело. Знаете, мне бы хотелось, чтобы Лара стала котом с совпогаткой или кисой мягколапкой. Ну и, кстати, реально бы пошло, мне кажется. О. Нет, давай-ка вот так вот. Походу, я нашел колокол. Ну, не страшно. Ну и хорошо. Мне, кстати, бы еще статуи бы найти. Что-то статуи вообще ни одной не вижу. Может, найдем. А может, не найдем. О, вот это я возьму. Из этого можно сделать очень много хороших подростков. Так. Стоп. Подожди. Это немножко не туда. Подожди. Ты наверху, а как везде забраться-то? По катапульте. По катапульте. А чтобы забраться по катапульте. Ага. А. Может быть... Не вариант. Нет, ну зато... Нет, надо было проверить. То есть, не по этой. Не по этой. Может, это еще есть подъем? Нет. Ну, а должен же быть в теории, мне кажется. Так. Не здесь. А где тогда? Ну, вот смотрите. Здесь есть вот такой подъем. Может быть, вот здесь. И с помощью... Как где-то... А, там тоннель. Подождите. Там тоннель. Следовательно, здесь где-то... Вот вход. То есть, получается, я там должен пойти, да? Получается, да. Так. Допустим. Допустим, я это там обхожу. Ну, а там, заметьте, зона для подъема. То есть, для прыжков и так далее. Значит, как-то я должен буду вот здесь забраться. Но проблема в том, что я не вижу здесь зоны подъема. Я вижу башню, но я не вижу зон подъема. Это, конечно, как-то необычно. Может, я что-то не понимаю. Давайте здесь спустим, сейчас осмотримся. Может, здесь что-то есть, что я просто не вижу. Кстати, это возьмем. Просто на медведях потратил очень много грибов. Я забыл об этом. Лара, отпусти. Лара, отпусти, пожалуйста. Да уж. Ай... Вообще... Я... Я понял, где я сделал ошибку. Вообще, сам банальный ошибка, как оказалось. Очень банальный. Настолько банальный, что немножко даже стыдно. Ай... Ведь ларчик просто открывался. Ну-ка, смотрите. Или нет? Ну-ка, давай-ка вот сюда-то залезь, по-моему. Ну, или вон там как-нибудь зацепиться можно, кстати. Кстати, актере, а возможно? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Может быть, не совсем работает ларчик. Ну-ка, давай, Лара, нормально. А, то есть там, где есть ступени. Ты... Ты... Можешь закрепиться. Ладно, хорошо. Кстати... Нет, здесь нет такого. Ну, смотрите. В теории... Ей достаточно вот здесь закрепиться и готово. Но она не закрепляется почему-то. Не знаю, ничего. Давай уже, Ларич. Ну... Туда же как-то можешь забраться? Ладно, допустим, чисто удар сделал какой-нибудь. Давайте дробашок. Ну, это понятное дело. Это фиксированная зона, то есть... Так, она как-то закреп... Вот здесь есть возможность как-то. Может быть, здесь? Здесь она съезжает наоборот. Может... Вход находится ниже? Не там, где я думаю. Скажем... Скажем... Кстати, дайте гробницу сюда найдем с вами за душу. Наш сад где-то рядом. Так... Так... Что время зря тратить? Статуи мы найдем? Статуи мы найдем, кстати. Я время что-то не поставил. Ой, ладно. Видимо, выедлен эпизод сегодня. Ну, хорошо. Все равно время есть на записи, так что проблем нет. Где... Ага, вот она гробница нашего входа. Хорошо, что она может под водой очень долго плавать. Вот. Вот она. Это какой-то... Это не гробница какой-то местный дом. Зона отдыха. Я уверен, что здесь, скорее всего, будет пароход дополнительный, но наверх уже. О, греческий. Или монгольский. Валентин. Хронометрист. И все? Кратко? Ну, со мной кратко сестра таланта. Давай, открывай. Давай-давай-давай, заходим. О. Уже что-то ждет. Я просто вспомнил Резон Твилл 4. Решил не рисковать и попробовать. Отстроив последнее здание, верующие с восторгом взглянули на новорожденный город. Среди них был и Валентин, всю свою жизнь изучавший время и его движение. Угу. Пророк нашел его в толпе и спросил, что тут думает о городе. Валентин ответил тогда, что город – это место, осененное благодатью. Время в нем будет течь медленно, и Китиш простоит еще многие века. В ответ пророк лишь улыбнулся. Он понял, что построил для своих людей место, которое станет для них домом. Да, но ненадолго, как казался, хрононометрист не учел человеческие факторы шизофрении власти. А так, в принципе, да, идея неплохая была. Ладно, идемте. Наверное, будет самая скромная гробница из всех, мне кажется. О, можно? Я все еще считаю, что это будет самой скромной гробницей из всех. Ага, у меня сюда получается. Что-то мне кажется, что здесь есть подводные ходы. Вот есть у меня, знаете, такая чуйка, которая мне всегда говорит – здесь что-то не так, обследуй-ка все. Она всегда мне так говорит. Проблема в том, что эта чуйка называется носом. И если я ее не послушаю, то у меня просто начинает нос чесаться. Вот и вся беда и красота этого процесса. Ну да, хронометрист оказался даже не поработать в собственной могилке. Все затоплено. Но здесь выхода нету. Здесь выхода нет у нас. Да? О, зато монетки лежат. Сколько здесь? Горсть. А всего семь. Ладно, открываю, шварыч. Что там за хронометрист? Радый. Древний колчан. Заработан прибыль. Был колчан и нет колчана. А так, по факту, не чертана. Давай уже залезай. Так. Я заберу здесь все ресурсы, ребята. Так, ну тут я, по-моему, все забрал в этой гробнице, да? Ну, судя по всему, здесь больше ничего нету, так что проблем нету. Давай, собирай. Так, отлично. А теперь сразу бегом. Вот так. Вот здесь работает. Может быть, там я как-то не так... А я что, у меня еще вас мало? Ну, дожили до чего. Грибов не хватает. Дожили, грибов не хватает. Давай, Ларч. Поплываем. И выплываем. Куда только уже, я не знаю. Может прямо поплывем? Давайте посмотрим. Ага. Некуда плыть. Только здесь. Под водой. Ну, по-моему, тоже хорошо. И все же, как мне туда залезть? Хотя... Мне знаете, что кажется? Ну-ка. Это место настолько закрытое. Вот оно прямо обособлено. А в этой зоне прямо полноценный собор таких масштабов. Вообще, кстати, заметьте. Он даже высвечивается такой. Но я думаю, что здесь будет обходной путь. Но я не уверен на 100%. Давайте сейчас еще раз попробуем. Если не получится... Будем продолжать. Сейчас давайте пока осмотрим город на предмет... Статуи всяких хероборин. И на предмет вообще, кстати, наличие колоколов тех же самых. Что-то я колоколов вообще не вижу. Где колокола все мои? Нет, ну колокола не наблюдаю. Кстати, реально нет колокола, что-то нет. А куда все подевались-то? Я знаю, что я 4 снес, но мне нужно 5. И статуи что-то не наблюдаются вообще ни одной. И агитационных плакатов местных что-то не наблюдаются опять же. Куда все подевалось? Где все... То... Китишеское богатство. А, показалось. Я думал, это... Местная горнила. Возможно, нам здесь дадут еще погулять. И здесь будет ох, какое жарко. Но пока не стало жарко, я хочу выполнить квесты, понимаете? Пока не стало уж совсем жарко и совсем безумно. Чтобы у нас с вами были квесты, которые мы с вами выполнили. Статуи кто-нибудь видит? Я не вижу. А они есть. Вот вопрос, где они? Конечно, возможно, часть статуй находится в копле. А может быть все и там находится? Нет, как вариант нельзя, конечно, это исключать. Но можно сейчас пока, в принципе, пособирать еще и ресурсы. Золото. Это хорошо. Я так полагаю, мы пока отправиться, кстати, по телепорту не можем. Или можем? Ну, взор, конечно, смогли бы. Но я сомневаюсь, что нам это дадут. Ой. Пока можем, собираем все. Пока можем, прокачиваем все, что можем. Надо выполнить эти квесты, потому что это доп-возможность, доп-очки. Ты, по сути, прокачиваешься, ты делаешь себе проще, лучше жизнь. Никаких проблем ни с чем не имеешь. О. Вот заметьте, куда засунули. На кой черт туда их вешать-то? Так, еще четыре. Нет, ну они, скорее всего, все здесь повешены. Просто, ну, очень нелогично они повешены. Будем честны с вами. Они очень нелогично повешены. Так. А здесь у нас нет никакого. А, кстати, мы же монеты еще можем пособирать дополнительно. Плюс можем наткнуться на патрули. Патрули здесь есть, но какие-то они... Они какие-то мелкие, если честно говоря, я о чем удивляюсь. Реально, патрули здесь вообще ни о чем уж не. Кто их вот эти патрули делал? Зачем они их делают? Если они все равно ничего не могут противопоставить, лари. Могли бы просто сдаться. Но не сдаются. Люди целеустремленные за это респект. Давай, поднимайся. Вот, знаете, даже здесь нормально забирает все. То есть, у нее нет с этим каких-либо проблем. Вот. Добывай. Ммм. Я говорю вам, здесь будет то же самое, что было в эпизоде с напалмом. Вот помяните мое слово. Это реально. Здесь будет то же самое, что в эпизоде с напалмом. Мы сейчас туда войдем. И... Пойдет настоящая куча мала. Интересно, амишка вернулся, кстати? Было бы забавно, если честно говоря, если бы он вернулся. Ну, мы сейчас облутаем весь город. Все осмотрим. Еще кабанчики, кстати. Можно, кстати, на них похоже, что радуют от чести. Дают возможность. Дают, дают. Возможности есть. Способы есть. Собери, собирай. Радуйся и процветай. О! А! Колчан увеличился, получается. У нас древний колчан. Слушайте, это хорошо. Видите? Вот не зря делаю испытания. Да, я сразу, может быть, не замечу вот эти плюсы и минусы. Кстати, а может там наверху что-то... Было. Так, знаю. Ну, молодец. Знаю. Мы уже лазали сюда в прошлый раз. Но я как бы в прошлый раз... Это кабан, если что, не переживайте. Надо еще сбить пару статок. Уверен, что нам здесь дадут эту возможность. Давайте пока посмотрим, где, что и как у нас. Во! Видите? Вот не зря залез. Так. Отсюда все прекрасно видно. Да с этой башни бери и сжигай все вот эти вот плакаты. Ну, большинство. Нет, часть, конечно, по другую сторону города и сразу не увидишь. Но что-то можно увидеть. Вот, к примеру, вижу мясо. Но я его не трону. Потому что если я сейчас опять спущусь, оно исчезнет. Зачем мне лишние стрелы дать? Так? Так. Ну, точнее, у меня нет лишних стрел. Хотя тут время от времени я заметил, что припасы восстанавливаются. Что... Полезно, конечно, но... Крайне неэффективно. О, тут крыски бегут еще. Красота. Больше ничего нет нигде? Ладно, давай повыше. Опять эти тайминги. Так, это спуск в одну секцию. Сюда. А это сюда. Вот этот, кстати, я поджигал. Я поджигал. Я поджигал его. Я поджигал в прошлый раз. Я это точно помню. О! Смотрите-ка, что здесь у нас. Или это фреска? А, это фреска. Просто фреска, да? Ну, ладно. Если фреска, то не считается. Так... Здесь у нас что? Ни статуи, ничего нету. Какие статуи ломать я должен, я не знаю. Если я сейчас туда спущусь, это только беда... О! Вижу статую, вижу статую. Мисс Крофт. Есть. Так, вторая готова. Еще шесть таких. Мне многие сейчас скажут, да так что ты вообще все это делаешь? Это же тебе не нужно. Нужно, потому что это бонусы. А бонусы это шанс выживания. Да, знаю. По сути-то игру подвязали найти систему бонусов. Я только, наверное, вот в этой секции еще не был. Вот в этой. И внутри городской. Но если я сейчас туда пойду, то там мне ждет смерть и крах. Потом они здесь все на гряун, то полной толпой. Поэтому я считаю логичнее сначала изучить все, что здесь рядом. Все облудать, все перебивать. Чтобы у нас никаких проблем не было. Чтобы все было прекрасно. Вот там, кстати, видите? Это то, что подвлежит изучению дополнительному. Но там будет арена. Но это я прямо ее чую, чую задницей. Всеми фибрами своей задницы. Я ее чую. А значит нам туда пока оставаться нельзя. Пока. Что? Ну там в любом случае пойдем. Сюжет, как говорится, совсем не пройдет. Но... Пока давайте с вами еще поизучаем-ка здесь все. Плюс нам нужно будет с вами... Ой, какая-то высота. Почему здесь нет больше? Ладно. Допустим статуи, скорее всего, будут на крепостных стенах. Потому что я не вижу их здесь все. Плюс не будем забывать, что у нас осталось еще парочка заданий в городской зоне. Что тоже, в принципе, нам очень важно, ребят. Так. Извиняюсь. Отвлекли меня. Так. Оу. Что мы делали? Я просто пока заговорил. А, точно! Вспомнил. Статуи, хотел сказать. Статуи, они, скорее всего, могут быть в той секции. Поэтому... Можно особо пока не зацикливаться. Но плакаты должны быть в агитационной части города. Поэтому давайте еще раз здесь пройдемся, осмотримся. Например, их наличие. Плакаты, колокола мы тоже все здесь нашли. Но колокола здесь были, поэтому... Логичнее их еще здесь поискать. Уверен, что тут найдется. Давай мне чуть голову навернись. Лара, ты должна была зацепиться. Ты обязана была сейчас зацепиться. Так. Осмотримся пока. Осмотрим каждую улочку. Вот, чисто... Вот, я не понимаю, зачем надо было делать такие лабиринты из улиц. Вот, серьезно. Сделали бы шахматные пропорции крест-накрест. А то удобно. Нет, конечно, такой может заблудиться. И ничего не отрицаю. О! Видите, я же говорю. Они все здесь. Надо просто их искать. Нам еще два надо. Ты там живой? На всякий случай подготовим. Нету его. Медведь мертв, значит, окончательно. Здесь, то есть, я его не беру. То есть, получается, единственное место, где я могу еще получить этого мишку... Остается... Ну да. Получается, остается только вот лагерь беженцев и все. Так, вот это возьмем. Давайте еще вот сюда, наверное, заглянем. Боюсь, что я сейчас кого-то призову. Вот, серьезно. Есть у меня мысль, что я сейчас кого-то призову. Это то мне не очень. Ничего, кроме обглоданных костей. Шпоры монгольского всадника. Они гораздо красивее и вычурнее, чем я ожидала. Но довольно поношенные. Их обладатель был богат, но бывал в походах. Ну, понятное дело. Только я удивляюсь, почему это место не было отмечено. Зато... Это статуя? Или это лед? Я не пойму. Нет, это ледина. Я вас подумал, что это статуя. Не знаю, почему мне в голову пришло, но... Мысль была. Так. Что? Здесь вариативность путей или я что-то не понимаю? Да, это вариативный путь. То есть это еще одна дорога была, получается, да? То есть здесь несколько дорог, что ли, выходит? Ну, допустим. Пока просто изучаем, пока просто просматриваем. Не сходим с ума, не торопимся. Не даем игре повода триггернуться раньше времени. Триггеры нам ни к чему. Нам это и без триггеров веселье достаточно. Нет, серьезно. Игра очень интересная, особенно в плане изучения и проработки всех этих мелочей. Вон там что-то еще лежит. Заметьте, это опять же не отмечено почему-то на карте. Давай. Не-не-не. Так. Не поднимем. Не поднимем. Вот опять же, тоже не отмечено. Значит, сюда мы еще можем потом вернуться. Может, конечно, себя как-то перевел. Кусок кремния в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему. А, неплохо. То есть, это по сути местная зажигалка тех времен. Красивая. И как грамотно сделана, кстати, между прочим. Только я не понимаю, почему это лежит здесь. В городе, который уже, извините, был в боях. То есть, это не какую-то там зону отдыха. Так, у нас еще одна монета осталась. Туда давайте заодно заглянем. Я вижу, что здесь есть нефтянка. Ее заберем тоже. Пока изучаем. Кстати, подожди, а ворота что-то закрыты, что ли, получается, да? А-а-а. Точно. Ворота будут закрыты. На нас нападут. И мне нужно будет идти к... Это у нас что? На алибард-то не похоже. Не знаю. Нет, это не алибард, это что-то другое. Я понимаю разницу между алибардом и вот этой штукой, но я не помню название. Название совсем не помню. Ну, бывает такое, что он знал-знал и из головы вылетел. Ну, бывает такое, что я с ним поделаю. Так. Нету ни... Это забираем. Знаете, сколько здесь ресурсов прямо разбросано? Нет, это прямо не по себе. Скорее всего, как только я пойду туда, на лару нападут бессмертные и уже не будет вообще возможности выполнять эти квесты. Вот совершенно нам не дадут этой возможности. Это, ладно, сейчас здесь патрули были, мы их прибили в прошлой серии. А представьте, что будет... А представьте, что будет, когда патрули вернутся. Не просто вернутся, а массово вернутся. Все на тебя нападут. Нет, конечно, движение будет, движ, но... Вот с точки зрения стелса, вот посудите. Что правильнее? По-тихому со всеми ними разбираться? Чтоб тебя не замечали? Или же безумные пляски свистопляски? Понятное дело, что все сейчас до одного скажут лишь одно. Нужно делать по стелсу. И будут правы. И вы правы. Вы правы, это вы говорите, ребята. Потому что стелс, он сейчас спасает жизни ларе. Проблема в том, что я не вижу, на чем его еще применить. Так. Здесь вроде мы все смотрели. У нас осталось два плаката, но в городе я ни одного больше не люблю. Я дал время. Не говорите мне, что я такой злой, суровый свинку отправил на тот свет. Никак не претензий. Свинка сама захотела. Она стояла такая и смотрела и говорит, что ты ждешь? Давай уже. Так. Прямо на главной улице закапывали. Серьезно. Ну кто вот в это поверит? Так. Ну зато, кстати, заметно, что они установили эти плакаты как вешали? На вершинах. На вершинах. Высоко. Ладно. Сколько сейчас у нас времени? Таймеру. У нас все 4 минуты. Технически. Но ты не экзотическое животное. Ты обычный кабан. Или может какой-то белый кабан? А почему он на него среагировал? Я не пойму. Птицу я тоже пробью, конечно. Пусть заберем перья и всякое такое прочее. Прелесть и красоты. Так. Вроде все. Да. То есть у нас осталось что с вами? У нас осталось реликвия, которая мне пока недоступна. У нас есть много чего безумного пока еще недоступного. У нас полно греческого огня, который я не собираюсь пока взрывать. Зачем мне взрывать, если здесь не на кого-то нет? Соответственно, здесь нам придется бежать, атаковать и бороться. Сигнальные колокола. Нужно вывести их из строя. Стоп. Где ты увидела колокол? Ну вот здесь был колокол, я помню в прошлый раз. Я ломал их. Вот он, видите, лежит. Все. Но... Здесь больше нет колокола. Почему ты только сейчас об этом запела? Значит, где-то есть еще один, о котором я не знаю. Значит, где-то есть еще один колокол, о котором я не в курсах вообще. Давай забирайся уже. Может, я просто его не наблюдаю, но он есть. Нет, такое бывает. Это технически как бы считается нормально, что не все сразу выявляется. Но... Кстати... Вот это немножко забавно. Молодец. Потратил взрывчатку. Ну ладно. Одно больше, одно меньше. Да, знает, говорит, человек, который гробный крохобор, который еще при этом жилет каждую взрывчатину. Знаю. Лицемерно звучит. Давай залезай. Тут что у нас? Пусто у нас. Пусто у нас. Обследуем всю местность. Так, ну это греческий огонь, это не то. Я его тоже не трогаю. Мало ли пригодится, когда будем бежать. В гребанный ад. Ладно. Раз мы забраться наверх не можем, колоколов я новых здесь нигде не нахожу. Соответственно, последний должен быть где-то там. В крайнем случае он зазвонит и у нас появится гребанная катастрофа. Хе-хе-хе. Ну и ладно, пусть так оно будет. Зато хотя бы весело. Не померем со скуки. О! А, это что такое? А ты куда меня ведешь? О! Еще один плакатик. Я же сюда смотрел. Так. Значит все таки я не можем... О! Еще и документ лежит у оставания. Монгольский. Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне владеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на Святой Источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь, унеся с собой секрет, за которым я был послан. Подожди, но Яков же не лишился ни души, ничего подобного. Он вполне благополучный, я бы сказал. Знамена? Символом армии бессмертных? Где? А. Вот оно. Вот здесь же было. То есть, Лар подсказывает, что можно сделать, что нужно сделать, как сделать и почему, она не будет говорить. То есть, нужно что-то самому выискивать. Но к воротам сейчас... Чёрт, подойти к воротам или ещё обследовать зону. Поймите меня правильно. Я за обе руки. За обеими руками. Так, ладно, давайте сейчас проведём инвентаризацию вопроса. Хулиганка. Статуи. Статуи, понятно, в соборе. Вопрос закрыт. Причём, кстати, заметьте, здесь ещё и... Зона расширилась. Значит, получается, где-то здесь ещё будет парочка. Возможно, здесь будет ещё и колокол. Допустим. По кому звонит колокол? Уже определились. Нам остался только один колокол. Если в городской секции его вообще нигде не осталось. Соответственно, где-то там. Знамя долой. Последнее знамя осталось. Оно, скорее всего, где-то на входе последнее будет. Потому что я здесь тоже всё обменял. В крайнем случае, на алибарде опять же будет. Ладно, давайте активировать здесь всё. Посмотрим, что будет. Я на всякий случай выключу, то мало ли. Там базовый лагерь. Говорил же! Ложись! Беги-беги-беги-беги-беги-беги! Чёрт! Это они по мне стреляют! Вперёд! Требуше точно! О, привет! Вперёд! Говори! Я говорил! Я говорил! Ладно, Ларыч, вперёд! Я говорил! Я говорил! Я говорил! Я говорил! Я говорил! Я предупреждал! Давай! Залезай! Так! Они ещё по мою душу сейчас полезут сюда! Это я знаю! Так! 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 С этим разобрались! Так! Какой-то лезет сюда! Давай, молодчик! Лезь сюда! Давай-давай-давай! Я в тебя верю! Мимо! Так! С этим разобрались! Но там ещё парочку наверху! Ладно! Сейчас мы поиграем с вами в Рэмбо-Рэмбовического! Давай-давай-давай! А так красиво начинал! Ах-х-х-х-х! Ах-х-х! Ах-х-х! Ах-х-х-х! Ах-х-х! Давайте на этом с вами на сегодня закончим! Ставим лайк, пишем комментарй, подписываемся на канал Дискород, ВКДНА, Телеграмм в описании. Спасибо всем, кто с вами был на этом безумном празднике в местивале Кровь и плоти! Ну а мы с вами продолжим это безумное Родео уже в следующем эпизоде До скорой встречи, всем пока Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok